На 10 дней участники образовательной программы станут жителями на награда города, где можно не только получить новые знания, но и попробовать себя в роли исследователя и постараться смастерить что-то новое, интересное и полезное обществу. За плечами каждого из них серьезные испытания. Из более 20 тысяч участников, прошедших конкурсную программу, в эту смену отобраны 200 сильнейших. Все конкурсные программы проверяются нашими экспертами, ставятся баллы, набирается рейтинг. И затем мы берем первую сотню, в этом году больше нам удалось взять. Поэтому берем тех, кто лучше всего проявили себя в течение года. Ребята приходят по своим интересам, распределяются и в течение 10 дней занимаются, и затем показывают результат. В программе летней школы лекции, посещение 33 мастерских и работа с кейсами производственных компаний. Одна из них занимается разработкой квадрокоптера массой и грузоподъемностью в 50 килограммов. Куратор подготовила для ребят техническое, маркетинговое и пиар-задание. Мы только недавно начали обдумывать наш кейс, но у ребят уже есть идеи. Они уже думают над дизельным топливом, над облегчением материала. Все, что ребята изучают в школе, все это им очень нужно здесь. Все знания по физике, все знания по химии. Также хочу подметить, что многие ребята знают очень много всего, выходящее за рамки школьной программы. Талантливых ребят из школьной лиги «Роснано» принимает образовательный центр «Сириус». Площадкой для работы города-технопарка стал главный медиа-центр. Здесь представлено многообразие современных технологий, музыкальное и художественное искусство, лабораторные кабинеты, а также музей истории гидропоники. Всероссийский детско-молодежный форум подведет итоги 5 августа. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.